что-то. Доктор Эдгар Димов обучился любимой профессии в России. В выборе узкого профиля определился сразу и между специальностями детская хирургия, кардиохирургия и акушерство-гинекология наш герой выбрал последнюю. Почему именно желание стать женским доктором взяло вверх, рассказывает сам врач. Я пошел на несколько дней еще в акушерство-гинекологию, но там я попал в гинекологию. И мне понравилось. То есть это тот же хирургический профиль, просто более узкий и в принципе меня устраивало. Ну так я вот и выбрал эту профессию. В основном упор был больше на гинекологию, акушерством мало занимался вначале на самом деле. То есть потом, когда я вернулся сюда, то здесь наоборот. Здесь больше акушерства, то есть здесь роддом, потому что я хотел быть именно здесь у нас в Камраде. Эдгард Игоревич отметил, что не жалеет о том, что выбрал именно эту профессию, после обучения решил, что нужно вернуться к Гагаузию. Были предложения в Кишиневе остаться и в гинекологии там, то есть, ну, почему-то меня тянуло сюда. Жители автономии, она уникальна и у нас очень хорошие люди. Почти шесть лет назад Эдгард Игоревич Димов пришел в коллектив Камрадского роддома. Практически сразу вообще не было никаких-то таких нюансов. Все приняли хорошо меня, сдружились. Ну и так и начали потихонечку работать. Вначале только дежурил здесь, потому что учился еще. Потом уже, когда закончил, уже устроился сюда. Акушерство и гинекология – профессия не из легких. На плечах докторов лежит большая ответственность. Как за жизнь мамы, так и новорожденного. Эдгард Димов поделился, остается ли время на свою семью и как близкие относятся к издержкам профессии. У меня жена относится к моей профессии, и она понимает, и тоже относится к этому с пониманиями. Наоборот, бывает там, допустим, если я не могу проснуться, она мне будет, вставай, тебе звонят быстро, давай. То есть проблем, в принципе, с этим нет никаких. У меня тоже двое деток, второго тоже здесь рожали, у нас же, на месте. Так что нет, в этом плане проблем нет. В Камрадском роддоме при помощи Эдгара Игоревича в 2021 году на свет появилось около 200 новорожденных. Ирина Караман, Сергей Георгиев, Алексей Герчу. Новости ГРТ.